Здравствуйте, вы смотрите MarketWatch в студии Дмитрий Кучер. Итак, в сегодняшнем выпуске. Очередной пакет стимулирующих мер для экономики США, укрепление валютной пары евро-доллар и закончим аномально сильным ростом цен на золото. Как вы знаете, лето – это период тотального затища на финансовых рынках, но 2020 год с легкостью затмит 2008 год, который все помнят под названием глобальный финансовый кризис. Текущая неделя началась совсем не по-летнему, хотя на финансовых рынках достаточно жарко. Первым, на что необходимо обратить внимание, это общее ослабление доллара США в паре с большинством валют и аномальный рост цен на золото. Причиной этому стал очередной пакет стимулирующих мер для экономики США. Сегодня сенаторы от республиканской партии намерены представить проект нового пакета мер для стимулирования американской экономики в размере 1 трлн долларов. Конечно же, появление этой информации в СМИ от министра финансов США спровоцировало достаточно сильную волну распродаж доллара по всему рынку. Ведь очередной запуск печатного станка в США является медвежьим фундаментальным фактором для национальной валюты. Еще во время азиатской торговой сессии мы наблюдали неожиданно сильное увеличение активности покупателей валютной пары евро-доллар, что обусловлено общим ослаблением доллара США. При этом цель у отметки 1.1750 еще не достигнута. Этот уровень является нижней границей сильной технической области сопротивления 1.1750-1.18. Поэтому все еще есть потенциал для роста. Не менее мощную волну роста мы наблюдаем на рынке драгметаллов. Серебро подорожало практически на 6,5%, в то время как золото обновило исторические максимумы, продолжая приближаться к отметке в 2000 долларов за унцию. Все это указывает на то, что инвесторы верят в способность американского правительства одобрить и этот пакет стимулирующих мер. В краткосрочной перспективе мы можем получить относительно устойчивую экономику США, растущий фондовый рынок и параллельный рост цен на золото. Но в более долгосрочном периоде есть риск обвала на одном из отмеченных рынков. В этот момент наступит активная фаза очередного финансового кризиса. И лишь чудо может спасти мировую экономику от данного сценария. О завершении сегодняшнего обзора отмечу достаточно слабую реакцию трейдеров на последние публикации макроэкономических отчетов из еврозоны США. Так, опубликованные данные по изменению условий в деловой среде и экономических ожиданий в Германии не оказали влияния на евро, даже несмотря на то, что все показатели в отчете оказались значительно выше предыдущих значений. На этом у меня все. Внимательно следите за новостным фоном и будьте готовы ко всем сюрпризам рынка.